Привет, ребята, привет, княженцы! Ребята, у нас сегодня с вами пойдет обзор про пиратскую жизнь. Да, кому, кстати, никто меня не знает, представлюсь. Егор Княжин, Егор Княжин. Я как бы не очень часто обозреваю пиратскую жизнь, потому что, знаете, вот одно и то же, ребят, вот одно и то же, вот, то есть этот мудрый извечный, да, рухань в кухне, там, какие-то склоки, скандалы, сплетни, расследования и прочее. То, там, они друг друга любят, то мирятся, то ругаются, вот это, знаете, по кругу, одно и то же. Я когда-то давно про это уже говорил, что у вас, как бы, одно и то же. Мне порой тут неинтересно. Мне интересно, когда вот происходят какие-то у них отдельные сценки, события, кто-то еще интересный, вот холодильник они покупали, там, да, злосчастный, все никак они не купят, про него тоже делал обзор я. Ну, ладно, короче, тут у нас очередное с вами событие, да. Инка решила красоту навести, красоту. То есть она и так красивая женщина, знаете, как бы, у нее все есть. У нее, значит, бровки до этого делал, бровки домиком. Ну, не домиком, просто, но красивая, красивая форма, ну, виду. Маникюрчики, там, губочки, там, все как полагается, все как полагается, там, да. Следит за собой у женщины, ну, это хорошо. Вот сейчас решил дойти до ножек, до ножек, да. Потому что, ну, чтобы, знаете, такой образ был в целой, такой королевишный. Значит, Лаван покажет у нас дома, значит, на хозяйстве, там, вот, у нее глашка, готовка, стирка, уборка, но это, конечно, шучу, у нее там сегодня была одна глашка. Ну, это он тоже молодец, потому что попробует все белье поперелать, вот эти вот размеры. Ну, я, наверное, как-то просто размеры показал, ну, вот, как бы, эти размеры. Ладно, короче, ребята дома. Ой, Лаван дома, Нинка пошла, значит, в целом красоты в это приходит, да. Значит, вот она, прям, там, ну, разделась, там, башмаки, не ведусь, там, сняла, села, прям, вот эти вот, знаете, Вид, просто потрясающий, вид потрясающий, как бы, ну, вот так, прям, вот этот Ракулс, там, ног, я в это время, знаете, ел, там, фрукты, хоть творожок, там, ну, я последнее время сел на Лиету, и каждый раз меня, прям, ребята, мотивируют. Только, да, вот, такими лоханками накладывают, мотивируют меня. А в этот раз, короче, меня и замотивировали, это этим, вот, видом, видом они. Мне хватило того, чтобы просто перестать есть, большое спасибо. Нина, кстати, уже не раз говорила про это, что, типа, ели, это все равно, что на Лиету пишут, такие вещи. Но все равно спасибо, Нин, спасибо, да, спасибо. Значит, ребята, сидит, Нина. А, кстати, касаемо мастера, касаемо мастера, представляете, надо иметь какую-нибудь натуру, вот, склад такого характера, там, да, отношения к происходящему, поэтому, то есть, не обладать брезгливостью, потому что, попробуй сейчас мне, например, скажи, хочешь перчатка, вот такие вещи, типа, сделай кому-нибудь, да, с ровно, вообще, скажу, ты чё? Да, да, и вот и женщины, например, тоже такие делают вещи. У меня просто есть много знакомых, как вы знаете, в среде администратор, знаешь, в салоне красоты у девушек, да, и рассказывали мне, что многие мужья, вот, вообще, запрещают, когда приходят, там, знаете, бывает, и мужики делают педикюры, ну, такие, ну, как бы, просто будет, там, короче, мужики, так, да, так, ну, приходят, это, и вот они, короче, делают этот, педикюры, а мужья запрещают делать женщинам, они педикюры. Это вообще, мне кажется, не то же, не все делают эти педикюры, потому что, ну, надо иметь такой характер ещё, представляете, так, сулух, это, видишь, у меня здесь на рабочем, там, набегаешься, какими-то документами, там, да, вот так, носки, там, снял свои пакетики, выставил, скажешь, ну, пришёл делать архаровец, а там ещё, там, ноги в грибке, какого-нибудь, да и пятки, там, это, пять кожур сверху торчит, да, жуль вообще. Короче, ладно, а тем немножко отошёл, села, значит, Нина, в кресло сидит, тут, тут прям мастер, ну, кстати, девчоночка такая красивенькая, молодая, перчаточки, где-то всё это полагается, ну, безопасность и прочее, да. Кстати, про Нина, ещё села в кресло, знаете, что сказать, видели, у меня такая маска была в брюликах, ну, не в брюликах, а в этих стразах, да, я был, знаете, будучи бы хозяем этого салона, или хотя бы просто администратором, да, если ко мне вот так вот пришли бы, скажем, это, ну, такая, как постоярица, так вот, это клиентка, да, я бы, конечно, обратил бы это внимание на маску, потому что, знаете, вот даже простецкая такая, ну, простецкий, например, пошёл недавно на рынок, короче, одел кожанку, там, брюшки, туфельки, сумочку, кожанку, ну, хорошо, короче, оделся, потушился, хорошей водичкой, пришёл, значит, хотел купить весеннюю куртку, ложную тоже, захожу, на меня прям в каждой палатке, вот так вот, с ног до головы оглядывают, и ценники у них не висят, и цены, знаете, назначают, там, могу сказать, тебе 20, начнёшь нагреваться, там, а, давай за 10, за 15, там, за 8, ну, короче, вот такая система идёт, такую хочу, целую такую говорю, я такое не люблю, когда сюда приходишь на рейдах, там, за продуктами, бывает, что там лежат помидоры рядом, без ценника, тебе скажут 100, бабки, сзади скажут 60, там, бабушки, извините, вот, и тут такая, знаешь, типа, вот та ситуация, например, можно как было сделать снимку, пришла в салон, маска красивочная, ей прям, прям, хопочки, там, заработал, скажем, двушку, а по факту тысячу, ну, конечно, я шучу, потому что там прайс везде, в ословии, и всё прочее, опять, я к тому, что просто вот эта маска, как бы, знаете, обыкновенная одежда и маска такая, это маска почему хороша, под вечернее платье одеть, там, да, на выход, там, женщина, там, например, вышла в ресторан, такую маску одела, вот шикардос, а так вот обычную одежду, такую маску, мне кажется, это какой-то признак, какой-то такой вот, ну, показатель, какой-то такой богатости, богатости, да, дорогости, богатости, ну, ладно, тоже очень, всё так делали, узнаем, какая машинка была, с этим весей, очень было, когда, знаете, ну, так вот, это, как-то сказать шпаклевали их, шпаклевали, то вообще, пятком прислоняли, такой, там дым такой шел, как вот старая, бевшая коржик, а счищая, не знаю, как называется, всё, бенши шлифовали, шлифовали, ну, она как-то, шлифовательная машина какая-то, всё, короче, заделали книжки, не, 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 немножко, меня осталось доволь proof, как говорю, королева наша осталась довольна, пришла домой, там, Я, например, уже муж ждет, ждет, это в танки играет, тут все как нормально, бережка поглажена, все, все, короче, все на мази, все, красотка. Теперь осталось еще что-нибудь сделать. Вот, кстати, моя идея. Нет, смотри, идея такая. Значит, сделал это все касаемо внешности, ну, как бы красиво, да. Еще можно волосы нарастить, но волосы не особо пойдут. А так можно сделать татуировку теперь, и не одну. Прям смотри, прям на спиняки, на спиняки, прям татуировку, касаемо темы вашего мумбанха. Знаешь, ну, типа, как-то вот как-нибудь вот так вот лопатки сводишь, и там, когда ровно открывается, лопатки разводишь, и ровно закрывается, например. Вот такая вот татуировка будет, что ты будешь просто первая, но среди всех, это сегменты ютуба, там, русскоязычного или иностранного, касаемо темы мумбанха, что ты будешь прям в кадр вот так становиться, и так будешь, прям, раз, на спине, раз, прям, и все, прям, вопром будешь. Я говорю, послушаю вам советы, хейтеры просто отпишутся, обзорщики, обснимаются роликов, вот эти, кто там тебя снимает, там, злая школа. Сорокалетний холостяк, короче, все тебя, ну, я там, так тоже, мелько, там, что-нибудь там говорю, заговорюсь. Короче, ладно, все, что хотел сказать. Большое спасибо, ребята, за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Игорь Павлович Княжин, всего на новых встреч, всем пока, и подписывайтесь, кто не подписан. Пока.